Я буду ждать тебя День Победы 2023 проходит в необычном для жителей городского округа Истра формате. Отменили традиционный парад Победы, Бессмертный полк и салют. Но, тем не менее, праздник все равно состоялся. Сейчас мы находимся на территории Ленина-Снегиревского военно-исторического музея, который на протяжении долгих лет был центральной, ключевой площадкой празднования Дня Победы для городского округа Истра. И сегодня здесь собралось огромное количество людей. Приезжают сюда жители городского округа Истра с разных точек, из разных населенных пунктов нашего округа. Приезжают сюда москвичи. И здесь, конечно же, те, благодаря кому мы празднуем 9 мая. Вот уже 78 лет подряд это ветераны Великой Отечественной войны. После День Победы, который был в 45-м году, праздничный день веселый, объявили. Вот мы шли, солнечный день. И такая радость на душе была. Все ликовали так. Мне 13 лет было. Он закончил высшее военное летное училище. Ну, он закончил позже. Вот. С вами полковника. Ну, а что ты не сказал, что ты во Вьетнаме участвовал? Скрупный человек просто, понимаете? Он сегодня даже не одел свой военный парад. А я технарь. Обслуживал самолеты. Ну, да. Вот он летал на сухом, а я служил в Меге. С нами сегодня нет друга. Кто-то еще друг наш. Георгий Васильевич Доржницин. Когда проходили учения, учебные ночные полеты, вот, командующий ПВО Московского округа, поднимали, говорит, а кто в воздухе? Он говорит, полковник Доржницин. Он говорит, враг будет поражен, отменяйте полеты, жалейте керосины. Я была узник. Я до Псковской области. Два раза нас атаковали немцы. У мамы было пять человек. И она с нами. Нас угоняли в Белоруссию. А с Белоруссией хотели в Германию. Но мама умоляла на ноги, становилась на колени, чтобы не возили. Ребята, это очень тяжело. Пришли домой, а дома нет. Дом сгорел. А мне было тогда, только сейчас скажу, семь лет. Мы выжили ради того, что вот ели траву. Траву, а потом мороженое, картошку копали, картошку говорили, тошнотики. А вы сегодня здесь с кем? У вас дети, внуки? Внучок у меня. Вот он у меня, внучок Оля. Хороший мальчик. Пришел он со мной, меня привез на машине. Я каждый раз приезжаю сюда. И это родное все. Традиционное шествие, да, бессмертный полк в этом году отменили. Тем не менее, у вас в руках портреты фронтовиков. Расскажите, кто это и почему вы сегодня здесь? Мы не можем не прийти, не почтить память. Это наши дедушки, вот внук, который родился в городе Дедовский, в Истринском районе. Живут здесь вместе с мамой. И здесь похоронены деды. И мы каждый, вот после посещения Вечного огня, возложения цветов, мы поедем на кладбище и обязательно георгиевские ленты повяжем. Прошли всю войну. Полностью прошли всю войну. Вернулись. Один был танкистом, один связистом. Дедушка Михаил Иванович всю войну прошел. Ни разу не был ранен, хотя в таких участках фронта был опасных, что просто невероятно. Второй дедушка Михаил Никитович был сначала разведчиком, потом танкистом. Был ранен тяжело, горел в танке. После войны, когда мы были совсем маленькими, еще вот уже в 80-х годах они были старенькими, мы приходили, собирались, всегда вспоминали вот их рассказы. И мы были очень скромными людьми. Через очень скромными. Про войну старались нас не травмировать, хотя мы же знаем, что это ужасы. Мы вот, наверное, впитались с детства. Мы вместе, это важно. То есть мы вот единый народ, единая страна, и победа у нас одна. Вы знаете, такое чувство восторга переполняет. А слезы, с годами их все больше и больше. И говорить, и думать даже об этом очень тяжело. Это мой отец, это мой свекор. Недавно ушел муж, который всегда был с нами в этот день. Это святой день для нас, и он будет продолжаться. Это мой дедушка Травилан Василий Александрович, который в 1943 году попал в плен, бежал оттуда. Вот, потом снова попал в плен, ну и закончил войну. Ну, он жив остался, вернулся домой, да, к своей семье. Дома его ждала жена и шесть детей. И другой у меня еще дедушка прошел войну, но тот погиб в 1941 году. Это мы нашли данные, вот помог наш дядь найти данные. Он считался без вести пропавшим. А потом все-таки мы его нашли вот в архиве. Оказывается, он был погиб в Мурманске на корабле. Он был баряком. Корабль утонул, и все, видимо, они остались, к сожалению, на дне, поэтому места, куда прийти, нету. Ну, вот мы дедушку, поэтому каждый год мы ходим, независимо от того, есть бессмертный полк или нет, но мы этот бессмертный полк, значит. Это наши деды, вот их прапрадеды. Вот, это наши герои. С моим дедом, с Полушкиным Матвей Алексеевичем, я его очень хорошо помню, он меня воспитал. Это его награда, да, Матвей Алексеевич. Он воевал, прошел всю Европу, вернулся живой, но с ранениями домой. Вот, воспитал нас, своих внуков. Вот мы теперь воспитываем своих внуков, подрастающее поколение. Чтобы связь поколений не прерывалась никогда. Чтобы то, что мы помним, осталось через нас у них. А это непосредственно уже передастся вот этому поколению. Самое главное, чтобы с пониманием ко всему относились и четко помнили, то, что мы обязаны жизнями вот этим нашим самым близким и дорогим родственникам. Субтитры создавал DimaTorzok